друзья всем привет добро пожаловать на мой канал меня зовут яна и мое сегодняшнее видео будет о моих запасах я хочу показать запасы своих баночек потому что они у меня накопились я люблю такого плана видео сама такие видео смотрю и также хочу поделиться с вами сегодня я хочу показать запасы своих средств для волос у меня их не очень много поэтому постараюсь у вас не утомить но в ближайшие дни если кому то интересно я могу показать свои запасы гели для душа и у меня чуть побольше также возможно какие-то средства для тела пишите в комментариях интересно будет посмотреть такое видео или нет а сейчас пожалуй давайте начнем и я хочу показать вам свои запаски первое я сейчас поднастроюсь ракурс не подобрать не могу это вот такой вот сухой шампунь от хаск это очень крутой сухой шампунь у меня уже такой был это повторный заказ здесь сто восемьдесят четыре грамма он у нас идет с углем и экстрактом цитруса не содержит сульфаты парабены фталаты глютены искусственные красители знаете вообще на самом деле я никогда не думала что я вот так вот сделаю сухой шампунь в принципе может мне так пригодится я была всегда как-то равнодушна к ним один раз попробовала и просто влюбилась вот от хаск мне нравится цена качества в принципе не очень дорого такая цена средней ценовой категории ну и плюсом ко всему очень классный хорошо но не промывает ну да можно сказать промывает уже сухой шампунь когда нужно освежить волосы конечно если они у вас там 5 дней не мытые сальные жирные то да вам уже конечно сухой шампунь не поможет но вот для того чтобы освежить он на ура работает плюсом ко всему он придает небольшой объем и второй сухой шампунь тоже от хаск это с кокосом он идет на сухой шампунь с экстрактом кокоса у меня сейчас такое в использовании то есть это у меня в запасах стоит это просто потрясающе вообще вот потрясающий обалденный шампунь все функции те же самые что и у предыдущего только этот еще имеет просто офигенный аромат так же давайте покажу что еще мне от хаск есть принципе я мне полюбился так этот бренд я его для себя открыла знаете и сейчас пользуюсь с удовольствием и в основном покупаю какие-то средства от этого бренда у меня есть конечно в запасах остатки того что я покупала ранее но сейчас я часто покупают этот вот хаск это вот у меня средство уплотняющие для тонких волос биотина я еще не пробовала потому что я берегу для лета так сказать сейчас все равно мы ходим в шапках поэтому вот ну присмотритесь я читала отзывы я прежде чем покупать все эти средства я читаю отзывы сначала потом только приобретаю поэтому кто может быть кто-то пользовался пишите но вообще девчонки кто брал уже они говорят что очень классно еще у меня есть вот такая вот парочка это шампунь и бальзам в общем тоже для лета берегу 335 миллилитров это у нас текстурирующий кондиционер с гавайской морской солью пляжные локоны и соответственно бальзам такой же пляжные локоны то есть волосам он придает такой знаете скажем так ну вот эффект мокрых волос наверное что такое чуть слипшиеся волосы но вот как то так я еще не пробовала но буду пробовать далее то что я уже сейчас начну использовать это два тоже средства от has соответственно шампунь и бальзам у них 300 3355 миллилитров в принципе они имеют довольно таки большой объем это шампунь с экстрактом голубой ромашки органовым маслом для светлых волос кстати показывала в одних из недавних покупок и соответственно такой же кондиционер он имеет фиолетовый цвет я вообще когда заказывала даже я просто посмотрела что для светлых волос и взяла а когда уже потом поняла он забивает желтизну ну кто блондинки тот меня поймет и я же типа там собираюсь обесвечиваться я уже это сделала но пока я вам показываться не буду потому что все еще не очень хорошо на моей голове выглядит но вот средства эти я уже начинаю буквально сейчас буду использовать и так же знаете из этой же серии это два средства от бренда чарлис вортингтон я надеюсь что я правильно произношу это тоже бальзамы и шампунь и тоже для светлых волос и тоже они имеют свойства забивать желтизну желтизну они тоже фиолетового цвета буду все пробовать обязательно в пустых банках вам все расскажу так же у меня есть от чарльз вортингтон спрей это термозащитный спрей для волос с углем и защитой от уф фильтров у меня такой есть уже то есть был такой я сейчас такой заказала потому что сейчас как никогда моим волосам нужно будет защита потому что блин я начала их обесвечивать опять и берегу тоже для лета потому что лето солнышко на море и так далее возможно буду что-то еще пробовать из этой линейки и так же это у меня набором в общем было вот этот вот чарлис чарлис вортингтон у меня есть еще два средства это шампунь и кондишин я так правильно понимаю все взяла в парочке да это шампунь и кондиционер для глубокого очищения волос с углем ну тоже кстати летом будет хорошо потому что летом волосы еще быстрее жирнятся еще быстрее грязнятся и так далее вот прошу обратить внимание хаск чарльз вортингтон мне кажется вообще супер интересные средства цена не скажу что бюджетная но и не скажу что это вау супер дорого стоит за волосами как бы нужен уход непростыми шампунчиками сейчас непростыми шампунчиками не обойтись не знаю то что у меня тут осталось возможно буду раздаривать не знаю посмотрю ну и вот собственно у меня есть запасах вот такая вот краска для волос да я не пошла никуда не в салон ничего я красилась дома меня красила мама я крашусь с 16 лет у меня очень огромный опыт красиво в белый цвет в принципе поэтому я всегда крашусь дома конечно такой девочки как на картинке у меня не получилось вообще это краска шварцков она идет типа профессиональная ультраплатиновый осветлитель люминак система осветления ледяные бриллианты ну естественно мой где-то вот такой натуральный цвет волос вот этого я не получила я очень желтая как цыпленок здесь в составе идет очень много разных средств я потом в пустых баночках вам покажу я уже покрасилась этой краской потому что осветление не еду 9 уровня я не скажу что она мне сильно волосы испортила но так как у меня были свои уже живые отросшие волосы но я имею желтый цеплящий цвет через наверное недели 3 я буду повторно окрашивать волосы сейчас я просто оттеняю их вот такими вот фиолетовыми шампунями но в принципе краска неплохая если вот брать ее закрашивать корни здесь тоже есть пакетик вот смотрите что входит в состав осветляющий крем флаконный аппликатор с проявляющей эмульсией сашес блонд активатор мультра плюс сашес платиновая маска для волос вот здесь две упаковочки платиновой маски для волос это что-то типа тоже вот таких вот фиолетовых шампуней но я ее когда покрасилась я ее мало подержала там надо было от трех и более минут я быстро что-то смыла и еще плюсом к тому бальзамам своим помыла волосы у меня в общем получился цыпленок я сейчас использовала свою тонику немножко закрасила но все равно не то но в общем начинать всегда надо так в общем не надо мне писать что надо идти в салон краситься был у меня не очень приятный опыт знаете в салоне я делала там эмилирование и такой говняк получился и много я отрицательных отзывов читала да и вообще я могу дома покраситься затем у меня в запасах есть вот такой большой понтин шампунь очень тоже хороший когда особенно красишь волосы есть вот такой вот шампунь биоламинация от гринмама он очень классный от секущихся волос у меня были два бальзама я их уже использовала вот шампунь еще остался один ну шампунь я наверное использую а уже такие и вот бальзам у меня кстати есть да один вот он бальзам конденционер фитеры генерация волос от выпадения волос но мне кажется сейчас мне такие бальзамчики уже для моих волос будут слабоваты это когда волосы живенькие такие знаете не крашенные еще таким можно пользоваться сейчас нужно что-то посильнее нужно что-то уже более такое со всякими силикатами соответственно потому что волосы белые более профессиональный уход для волос затем у меня есть вот такой вот шампунь красный перец для укрепления роста волос на живой воде очень кстати хорошее русское поле он очень дешевый у меня есть кстати еще маска такая вот сейчас заканчивается у меня там буду использовать вот эта маска бальзам укрепление и рост волос только здесь немножко другая фирма но дело даже не в этом вот у русского поля тоже есть маска с перцем она раньше продавалась в фикс прайсе потом ее не стало она стоила вот вообще копейки она потрясающе мне восстановила волосы вот именно русское поле у меня такой подшерсток вот я когда ей уродила сначала ничего нормально потом такой волосопат начался что просто жесть и мне очень вот именно от русского поля помогла маска с перцем я круто себе вообще восстановила волосы Затем есть у меня вот такой вот фруктис, тройное восстановление для сухих и поврежденных волос. Есть вот такой вот Эль Сеф, это бальзамы у меня идут, ламинирующий эликстир с маслом льна, мне в принципе нравится. И есть вот такой вот Эль Сеф, это для волос, лишенных блеска, роскошь 6 масел. Это один из моих любимых шампуней и бальзамов. Единственное, волосы после него кажутся немножко грязными. А еще вот такой от фруктис есть, рост во всю силу, в принципе тоже такие неплохие бальзамчики. Также у меня есть вот такая вот маска для волос, это израильская маска, грязевая маска для волос. Я еще ее не пробовала, обязательно попробую, мне ее присылали в какой-то коробочке красоты. В общем, буду тестировать, обязательно в пустых банках вам потом все расскажу, что у меня тут еще есть, уже совсем чуть-чуть осталось. Есть вот такая вот парочка от Фаберлик, это шампунь и бальзам с кокосовым молочком и молочными протеинами. Не знаю, как сейчас на мои крашеные волосы будут, но вообще в принципе средство хорошее. И вот такой вот бальзамчик, который я берегу на лето, это тоже Фаберлик, лакрим, освежающий с мятой и молочными протеинами. Изысканный уход, ну, наверное, слабоватый, да, для обесцвеченных волос, но я все равно использую, потому что он обалденно потрясающе пахнет мятой. У меня есть такой гель для душа, у меня, наверное, еще в запасе баночек 5 такого геля для душа. Пахнет жвачкой Орбит. Гель для душа, вообще всем советую. Бальзам не могу ничего сказать, потому что я его еще не пробовала, но думаю, что он хороший. Также от Фаберлик у меня есть вот такой вот шампунь для осветленных и блондированных волос. Тоже пока не знаю, не могу ничего сказать. И вот парочка детских, покажу быстренько и все. Есть вот такая вот моя прелесть, Равка-Муравка шампунь. Затем есть вот такой вот кондиционер блестящий, Локон Эд Джонсонс. Ну, я не использую Джонсонс, это кто-то нам дарил, мне не нравится. Возможно, для каких-то других целей, может быть, его использую. Для своих сламиков, кто не знает, я же про слаймы снимаю, вот туда можно будет. И есть вот такой вот шампунь Дракоша. Тоже нам дарили, пока что неизвестно. Вот, в принципе, это все мои запасики, средства для волос. У меня их немного. Кому интересно такого плана видео, ставьте лайки, пишите комментарии, а также пишите в комментариях, снимать ли мне далее мои запасы, там, типа, гели для душа, средства для тела. Ну, кремы для рук у меня мало осталось. Раньше у меня вообще была огромная коллекция кремов для рук. Кремов для рук. Но сейчас у меня, к сожалению, это все уже как бы закончилось потихонечку. Я за зиму все израсходовала. В общем, вот такие вот дела. На этом я буду заканчивать свое видео. Кому понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик под видео, чтобы всегда быть в курсе, когда у меня выходят новые видео. Ну, а я, конечно же, в свою очередь буду для вас новые видео, новые обзоры, новые покупки, новые болталки и многое-многое другое. Всем пока-пока и до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok